Всем моим зрителям огромный привет! С вами снова я, Юлия Крейзи Нейлз. И в этом видео я хочу вам показать мастер-класс, как я делаю градиент на гель-лаки. Или амбре, или деграде, или растяжка цвета. Ну, в общем, все это одно и то же. Я вам покажу несколько вариантов горизонтального градиента и несколько вариантов вертикального градиента. Я думаю, что это видео будет полезно очень многим мастерам и также людям, которые просто любят красивый маникюр. Так что, если вам интересна данная тематика, тогда оставайтесь со мной и давайте начнем! Сейчас я вам покажу один из вариантов вертикального градиента. Я беру два цвета гель-лака. Первый цвет это у меня от Бюс Кай номер 116. Наношу его на правую часть типса. Потом беру цвет А84 от Жест Мэйл. Наношу его на левую часть типса. И теперь вот этой же самой кистью от нашего гель-лака я начинаю делать растяжку. Я захожу на голубой цвет и легкими плавными движениями начинаю делать растушевку. Вот мы сделали первым слоем нашу растяжку и ставим сушиться в лампу. Повторяем те же самые действия. Сначала наносим голубой цвет и опять бирюзовый. И также этой же самой кистью я продолжаю делать нашу растяжку. Повторяю, что не надо сильно нажимать на кисть. Плавными легкими движениями мы делаем растяжку. Главное, чтобы у вас не было слишком много гель-лака на кисточке. Сделали растяжку и уже виден очень плавный и мягкий переход. Ставим сушиться в лампу. Теперь повторяем все те же самые действия. Покрываем один цвет на одну половину ногтя, другой цвет на другую половину ногтя. И опять с этой же самой кистью мы сейчас будем делать растяжку. Добиваться еще более плавного перехода. Я ставлю сушиться в лампу и сразу перекрою его топом. Вот такой красивый и плавный градиент у нас получился. Для второго варианта вертикального градиента нам понадобится широкая плоская кисть. Я наношу сейчас цвет от Plus Sky номер 113. На вторую половину ногтя цвет от GEMISH 01559. Теперь я беру плоскую кисть. Чуть-чуть смочила ее в клинсере, чтобы она размякла. И начинаю на границе двух цветов делать растяжку. Когда на кисточке скапливается излишки гелак, я обтираю салфетку, смоченную в клинсере. Вот мы первым слоем уже сделали нашу растяжку. Я не буду доводить ее до идеального перехода, так как у нас еще будет два слоя. Ставлю сушиться в лампу и будем продолжать дальше. Делаем все то же самое вторым слоем. Берем нашу кисть опять же и плавными, недавящими, легкими, воздушными движениями начинаем делать растяжку. Сделали мы нашу растяжку вторым слоем. Ставим сушиться в лампу и будем делать третий слой для яркости и насыщенности цвета. Дублируем наше действие третьим слоем. Я уже перекрыла правую и левую часть нашу типсовым цветом. И теперь опять беру нашу кисть плоскую и начинаю делать растяжку. Давайте опять плавными или касающимися движениями делаем растяжку. Сделали мы растяжку третьим слоем. Теперь я отправляю сушиться в лампу и после перекрою топом, чтобы вы видели конечный результат. Вот такой вот главный вертикальный градиент у нас получился с использованием плоской кисти. Сейчас я вам покажу, как я делаю горизонтальный градиент пигментами или акриловыми пудрами. Сейчас я вам покажу, как я делаю акриловой пудрой. Я уже нанесла основной цвет пин лака. Это номер от Blue Sky 102. Этот цвет имеет остаточную липкость, поэтому я на остаточную липкость буду втирать нашу акриловую пудру. Чем ближе граница перехода, тем меньше мы нажимаем на кисть. Все, я втерла нашу акриловую пудру и отправляю сушиться в лампу на 2 минуты. Теперь я вам покажу, как я делаю горизонтальный градиент пигментами. Я уже нанесла основной цвет. Он имеет остаточную липкость. Если нет остаточной липкости, тогда перекройте цвет топом, не снимая липкости с топа, вбивайте наш пигмент. Не сильно нажимайте на кисть, если будете сильно давить, у вас все будет комками такими некрасивыми, и получится грязь, а не растяжка. Чем ближе граница перехода, тем меньше мы давим на кисть. Все, я втерла к пигменту, теперь ставлю сушиться в лампу на 2 минуты. Вот мы сделали градиент акриловой пудры пигментом. Слева акриловая пудра, справа пигменты. Мне больше нравится градиент делать с использованием акриловой пудры, так как переход получается наиболее плавный. Сейчас я вам покажу горизонтальный градиент с использованием губки. Я вообще не люблю такой метод, но как вариант я его вам покажу. Я уже нанесла основной цвет гель-лака, на палитру я нанесла также основной цвет гель-лака и цвет, который у нас будет переход. Взяла маленький кусочек губки и промакиваю ее в наш гель-лак. Чтобы не было пузырьков на нашем градиенте, я излишки похлопывающими движениями убираю нашу палитру. И теперь похлопывающими движениями мы начинаем делать наш градиент. Сильно не хлопаем, такими легкими быстрыми движениями. Мы сделали первый слой, я не буду на нем долго зацикливаться, поэтому я ставлю сушиться в лампу и будем продолжать дальше. Теперь те же самые действия мы повторяем. Нанесли мы наш градиент вторым слоем, ставим сушиться в лампу и будем все повторять по третьему разу. Мне хватает плотности цвета, ставлю сушиться в лампу и покажу вам окончательный результат. Вот такой вот переход у нас получился с помощью губки, но я все-таки придерживаюсь как-то к акрилам, к пигментам. Мне так больше нравится, меньше возни и лучший результат. Сейчас я вам хочу показать, как делается горизонтальный градиент с использованием обычных блесток, мелкоабразивных. Я уже нанесла основной цвет гель-лака, взяла желтые блестки, чтобы у нас был контраст. Теперь проделываем все то же самое, как с акрилами и пигментами. Терем мы наши блестки в гель-лак, теперь отправляю сушиться в лампу и после покрою топом, чтобы показать вам конечный результат. По итогу у нас получился плавный красивый градиент. Вот такие вот варианты я показала, как делается горизонтальный вертикальный градиент. Они все очень простые, если немножко потренироваться и набить руку, то у вас обязательно все получится. Так что, если вам понравился данный мастер-класс, тогда ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить очередной мастер-класс. Всех целую, всем пока-пока!